Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. И сегодня вяжем, наверное, последнюю в этом сезоне сумку, девчонки, уже половина лета, но тут мне приспичило, во-первых, во-вторых, были просьбы от подписчиц, поэтому я и хотела эту сумку связать, она довольно популярна в этом сезоне, но все не могла добраться. Вот видите, у меня даже распущенные нитки, потому что у меня нет времени искать сейчас покупать, поэтому я буду использовать распущенные. Вы же, я оставлю ссылку, какие вот это у меня, это у меня венточная пряжа из магазина Мир Вышивки, был обзор, я думаю, и сумка была из этой пряжи, поэтому я думаю, вы знаете. Вот, в любом случае оставлю ссылку, вы посмотрите, захотите, закажете, не захотите, не закажете, просто чтобы вы имели представление, какая это пряжа. Так, иначе, а, еще что хочу сказать, крючок, вы можете вязать больше, у меня 5 миллиметров, как вы заметили, я почему-то мне удобнее вязать из толстой пряжи крючком, который тоньше. Почему-то мне удобнее, не знаю почему. По идее, на эти нитки должен быть крючок толще, но я использую пятерочку, вы же пробуйте, как вам удобнее. Вот, смотрите, что я еще купила. Вот такая вот готовая ручка, видите, прошитая кожаная, я не знаю, я еще не уверена, что я ее буду использовать. Возможно, я сделаю, как бы, цельновазанную ручку из пряжи. Пока я купила вот эту штуку, здесь у меня 3 миллиметра двадцать, я вот так вот предполагаю, что это хватит на две ручки. Ну, знаете, что я смотрю, оно слишком уже, оно тонкое. Ну, в общем, на две ручки как раз метр двадцать и хватит. Но, пока я это все отложу, я думаю, вы поняли, да, я думаю, в любой галантерее это продается, такая, как бы, кожаная, типа, прошитая ручка уже готовая. Вот, есть такие, и с такими лепестками на пришивание ручки, это, я уже думаю, вы зайдете, купите, какую ваша душа пожелает, да, я еще покажу вам вариант, как бы, цельновязанную, чтобы вообще ничего не покупать. Значит, здесь у меня два матка ниток, крючок и начинаем вязать. Для начала делаем слепую петлю, захватываем, фиксируем, так, и делаю две воздушные петли подъема, раз, вернее, тут и три не помешает, три девчонки. Так, и вяжем шестнадцать столбиков с накидом, раз, два, так, затягиваю кольцо, шестнадцать столбиков. Теперь, хорошенечко затягиваем, теперь соединяю, вот где у нас были петли подъема, я здесь соединяю с соединительным полустолбиком, вот такое вот кольцо, попытаемся затянуть, ничего не получается, но я потом попрошу какого-то мужчину затянуть. Далее, девчонки, что мы делаем, вяжем снова три воздушные петли подъема, три, и теперь, вот они, напротив этого, как бы, предыдущих петель подъема, теперь вяжем таким вот образом, вяжем как бы за заднюю стенку или за столбик, вот видите, сзади мы захвачиваем его, продеваем за этот столбик сзади и провязываем столбик с накидом. Еще один мы захватываем, вот за него же, видите, то есть нам нужно из одного столбика вывязать два, два за заднюю, из одной, видите, из одной петли я сделала две. Теперь один мы вяжем за переднюю стенку, то есть захватываем впереди, видите, теперь снова за заднюю, то есть один за заднюю, вернее, два за заднюю, но из него же мы вывязываем две петли, и из столбика за переднюю стенку, как бы, впереди мы вывязываем один, и так до конца ряда. Так, смотрим, девчонки, вот я довязала до конца ряда, и теперь я соединяю этот ряд, опять же, вот эти петли подъема, в третью я ввожу крючок и полустолбиком соединяю, теперь смотрим, что у нас получилось. У нас получилось за переднюю стенку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и за заднюю по две петли здесь, две, 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 везде по две, то есть за заднюю стенку, когда мы вязали, мы добавили петли, далее снова три воздушные петли подъема, два, три, теперь добавлять мы будем из этих двух, одну, из одной мы вывязываем две из первой, раз, два, а из второй мы вывязываем одну, один, так, то есть всего у нас получилось, раз, два, три, за переднюю стенку мы будем чередовать, первая петля у нас идет без добавления, одна петля, далее, за заднюю стенку вяжем, везде одинаково, две и одна, так, теперь мы за переднюю стенку вывязываем, один и два, две петли, то есть теперь мы будем вязать таким вот образом, одна петля, две петли, одна петля, две петли, одна, две, одна, две, сзади везде у нас по три, продолжаем до конца ряда, так, довязала я до конца ряда, видите, вот здесь вот у меня, сейчас давайте закончим, мои петли подъема соединительным полустолбиком, так, и теперь смотрим на наше кольцо, здесь у нас образовалось 4 веточки, раз, два, три, четыре, по одной петли, видите, здесь одна вывязанная петля, и 4 веточки по 2 петли, вот они, пока, конечно, плохо видно, вот они, раз, два, этих двойных у меня тоже 4, один, два, три, четыре, так, вяжем следующий ряд, три петли, воздушные петли подъема, далее, вот эти две петли провязываем, а из третьей вывязываем две, раз, два, из третьей вывязываем две, то есть за заднюю стенку у нас будет теперь 4 петли в этом ряду, 4, так, видим, да, теперь смотрим там, где у нас одна веточка, одна петля, мы продолжаем вязать одну, то есть один столбик без накида, мы продолжаем эту веточку, за заднюю петлю, то есть изнаночные петли, будем так их называть, один, два, из третьей вывязываем две, раз и два, так, то есть по 4 петли у нас образовывается, здесь, где две у нас петли за переднюю стенку, первую петлю мы провязываем и теперь нам нужно провязать между ними, вот в промежуток между ними вяжем один столбик с накидом, делаем воздушную петлю и еще один тоже в промежуток, то есть в эту дырочку промежуток между ними я вывязала два столбика с накидом, между ними воздушная петля и еще один столбик с накидом в эту как бы предыдущую петлю предыдущую, вот он, наш лепесток уже раздваивается, теперь далее все точно так же, 4 изнаночные, 1 лицевая, я так образно говорю, опять 4 и здесь мы вывязываем этот лепесток, продолжаем до конца ряда, чередуя эти, так, смотрим мои хорошие, видите, теперь уже нам будет проще, вот эти первые ряды, они были самые сложные, потому что практически ничего не видно, теперь мы видим у нас 4 лепестка, да, и 4 веточки, 4, теперь мы, основа, я уже дальше не буду показывать эти соединения, потому что забираю время видео, вот следующий ряд уже будет проще, я же говорю, первые, первые ряды пока, пока это, 1, 2, 3, далее, снова в этих петлях за заднюю стенку, я теперь добавлять буду в начале ряда, 1, 2, и далее вяжу без добавления следующие 3 петли, то есть всего у меня там получится 5 петель, 1, 2, 3, так, поняли, 1, 2, 3, 4, 5 петель с изнанки в этом ряду, веточки, 1 петля, так и продолжаем мы веточку, пока не добавляем, здесь добавляем во всех промежутках одинаково, то есть, чтобы вы понимали, вам было проще, в этих изнаночных петлях, как бы за заднюю стенку, добавления везде одинаковые, разные, добавления только в лицевых, как бы, этих за переднюю стенку, ну, за счет того, что там вот эти вот веточки, так, добрались мы до лепестка, видите, у нас уже здесь 4 петли, и вяжем таким вот образом, 2 столбика с накидом за переднюю стенку, и снова будем вывязывать из промежутка, точно так же, две между ними, петля, воздушная петля, столбик с накидом, вернее, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, и два за переднюю стенку, два, вот он наш лепесток, теперь он у нас из 6 петель, и продолжаем таким же образом, таким образом, до конца ряда, здесь у нас уже по 6 петель, следующий ряд, все точно так же, девчонки, визнаночном ряду, делаем одно добавление, здесь мы добавляли в начале ряда, теперь мы будем добавлять в конце ряда, 1, 2, 3, 4, 5 петель у нас здесь, значит, по итогу у нас будет 6 петель, 1, 2, 3, 4, и из последней 5 вывязываем 2, 1, 2, 2, так, отлично, теперь веточку оставляем из одной петли, изнаночные петли, точно так же, одну добавляем, получаем 6 петель, в итоге, так, и здесь точно так же, по центру мы добавляем 2 петли, 1, 1, 2, 3, между ними 2 петли, 2 столбика с накидом, и между этими столбиками воздушная петля, 2, здесь вот 3, 1, 2, 3, так, всего их у нас теперь получается 8, и продолжаем точно так же до конца ряда, ветка, листок, ветка, листок, ветка, листок, вот так вот выглядит сейчас наша заготовка, девчонки, с изнаночной стороны у нас по 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, и так, 6 петель за заднюю стенку, и здесь мы начинаем вывязывать вторую веточку, то есть, вот из этой петли мы вывязываем 3, я подцепила вот эту первую петлю, и еще одну из нее, то есть я не вывязывала из вот этой не вытягивала, я просто подцепила уже вывязанную петлю, изнаночную, вернее за заднюю стенку, и здесь на этом лепестке у нас 4, то есть 8 всего, еще мы делаем одно добавление, и все, на этом этапе все с добавлением 1, здесь уже воздушную петлю не делаем, потому что далее у нас не будет добавление, просто вывязываем 2 петли, 2 столбика с накидом, вот так вот, так, и так продолжаем до конца ряда, в этой веточке мы вывязываем 3, но это еще добавляем 2 до 10, с изнанки ничего не делаем, теперь в следующем ряду мы вот эти большие лепестки, ничего с ними не делаем, мы просто провязываем 10 столбиков за переднюю стенку, с задней части мы тоже ничего не делаем, мы будем добавлять только в этих лепестках, в маленьких, продолжаем, значит, здесь у нас за заднюю стенку 6 столбиков с накидом, 6, здесь у нас 3, что мы делаем, мы из первого вывязываем 2, 1, еще 1, 2, и из третьего мы вывязываем тоже 2, 1, 2, так, то есть по итогу у нас получается 5, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночный, за заднюю стенку вяжем 6, без изменений, здесь вяжем 10, тоже без изменений, вот таким вот образом продолжаем до конца ряда, еще 3 таких рапорта, вот смотрите, проверяете, что у вас получается, я уже провязала, чтобы не задерживать вас, 6 изнаночных, то есть за заднюю стенку у нас пока ничего не меняется, все те же 6 у нас, добавление мы делаем вот здесь, вот где у нас расширяется ветка, то есть сейчас у нас здесь 5 петель, мы делаем таким вот образом, первую петлю, это наш будущий лепесток, мы из нее вывязываем 2, 1, 2, вот, теперь изнаночный за заднюю стенку, одна петля за заднюю стенку, разделяем, у нас здесь должно пойти в сторону 2 лепестка и остаться по центру веточка, вот мы сейчас отделяем эту веточку, одна петля за переднюю стенку, наша веточка, одна за заднюю стенку и за переднюю стенку, из одной мы вывязываем 2, 1, 2, отлично, так еще раз смотрим, 2, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, 2, вот так вот мы разделили, теперь 6 петель за заднюю стенку, которые у нас не изменились, так далее, вот этот лепесток мы уже будем заканчивать, то есть уменьшать, для этого мы вначале за переднюю стенку вяжем полустолбик, не довязываем до конца, оставляем на крючке и второй полустолбик за переднюю стенку и вот теперь вот мы из них делаем один, то есть один столбик мы сократили, здесь мы вяжем без изменений, 6 столбиков за переднюю стенку и сокращаем, из двух делаем один, для этого полустолбик с накидом оставляем, еще один полустолбик с накидом оставляем, 3 и провязываем вместе, таким вот образом вяжем до конца ряда, здесь мы убавляем, здесь мы расширяем, вот нам уже видно, что здесь уже лепесток начинает сужаться, мы будем продолжать его, начало ряда я провязала без изменений, здесь все те же 6 петель, далее мы его не добавляем, то есть уже даже не заморачиваемся, то здесь всегда 6 петель, здесь раздваиваем, раздваиваем ветку, для этого видите, тут где у нас две было провязываем одну и снова точно так же как здесь между ними, из них из промежутка вывязываем 1 столбик с накидом, воздушная петля и второй столбик с накидом, так и еще один за переднюю стенку, то есть всего у нас в лепесточке 4 петли сейчас, изнаночная за заднюю стенку и с каждой мы вывязываем 2, 1, 2, то есть добавляем 2, здесь у нас просто веточка 1 петля за переднюю стенку 1 столбик с накидом, за заднюю стенку из одной петли вывязываем 2, 1, 2, и здесь мы вывязываем лепесток 1 столбик с накидом за переднюю стенку и 2 столбика с накидом между петлями воздушная петля и 2 и за переднюю стенку все смотрим ведь здесь у нас расширяется пространство между веточками или веточкой лепестками здесь у нас вырисовывается 2 лепестка так снова 6 петель за заднюю стенку так и снова убавляем здесь по краям по одной петли для этого вот здесь вот видите у нас одна по сути мы захватываем там где мы уменьшили и еще одну еще один полустолбик следующий тут один вот это считаем за один еще один и провязываем вместе то есть вот еще один сократили между ними 4 будет столбика за переднюю стенку 3 4 и снова сократ 1 полустолбик за переднюю стенку и 2 полустолбик за переднюю стенку и провязываем вместе сокращаем вот видите вырисовывается лепесток здесь у нас тоже вырисовывается лепестки только здесь добавляются вяжем так до конца ряда повторяем еще три раза все следующий ряд для девчонки продолжаем расширять наш лепесток мы это сделали уже вот здесь вот все точно так же здесь вспоминаем два столбика за переднюю стенку два в промежуток между ними и между ними воздушная петля то есть эти два мы добавили и еще два столбика с накидом то есть теперь наш лепесток имеет 6 столбиков с накидом вот он между веточкой и листком у нас сейчас здесь две петли мы их провязываем больше не добавляем то есть за заднюю стенку снова мы все вяжем без добавлений эту веточку тоже продолжаем вязать пусть без изменений только добавляем лепесток а там где у нас одинарный этот большой мы убавляем в этом ряду и второй лепесток тоже делаем в центре добавления воздушная петля 1 и 2 все повторяют идут они у нас параллельно два вот эти лепестка теперь 6 петель за заднюю стенку 6 столбиков и здесь продолжаем убавлять точно так же в начале и в конце лепестка между этими краями у нас остается две петли 2 столбика с накидом и в конце убавления делаем и продолжаем еще три рапорта повторяем точно так же как сейчас следующий ряд продолжаем вот я уже начала далее последний раз мы добавляем лепесток этот лепесток у нас будет из 8 петель вот этот большой у нас был из десяти и далее у нас лепесточки будут уменьшаться 3 между ними еще два столбика с накидом но уже воздушную петлю мы не делаем между ними потому что далее добавление не будет так вот такой вот будет лепесток в этот раз такой величины 2 петли за за два столбика за заднюю стенку и один за переднюю так 6 за заднюю стенку вот уже большие лепестки а этот у нас уменьшается теперь у нас остается мы делаем два сокращения между ними уже петель нету вот одно сокращение и вот эти вот тоже мы делаем из них вот этот лепесток у нас заканчивается уже все девчонки вяжем до конца ряда еще три таких рапорта так следующий ряд девчульки смотрите вот этот лепесток оставляю без изменений вот вижу восемь столбиков за с накидом за переднюю стенку 2 2 2 столбика за заднюю стенку и теперь с вот этой средние ветки мы повторяем вот тоже действие что мы делали здесь вот то есть вывязывая 3 петли из этой ветки 1 2 3 то есть снова я буду разделять ее на лепестки 2 2 столбика за заднюю стенку 8 без изменения 8 так видите вот наши два лепесточка теперь 6 наших изнаночных вернее за заднюю стенку 6 и вот этот лепесток мы заканчиваем таким вот образом то есть из двух оставшиеся мы делаем один и все и больше у нас его не будет вот все закончили мы этот лепесток и повторяем еще три раза то же самое еще три рапорта продолжаем далее девчонки теперь мы будем вот эти где у нас два лепестка мы их будем сокращать точно так же как мы это делали здесь в каждом ряду с левой справа по сторонам мы будем вот так вот сопрощать это мы уже знаем умеем то есть далее уже в принципе все будет повторяться ничего как бы сложного нового не будет все уже мы прошли не стали такие в конце здесь так две петли за заднюю стенку 1 1 1 здесь мы повторяем то же что и делали здесь то есть первую петлю из первой вывязываю 2 1 2 из 2 1 из 3 2 то есть по итогу у нас получается 5 петель здесь 1 и 2 так вот они 5 петель далее 2 2 изнаночные так называемые 2 лепесток тоже делаем сокращение 1 2 полустолбика провязываем на эти две сокращаю 6 за заднюю стенку 6 вот теперь где у нас вот этот лепесток как бы по сути у нас одна петля осталась мы делаем вид что мы ее не видим то есть мы продолжаем следующие 6 вязать на этот петель лепесток как бы оставляем за бортом за бортом как правильно сказать девчонки ударение как правильно поставить так вот так вот и продолжаем еще три рапорта точно так же далее продолжим сокращать вот эти большие лепестки в следующем ряду по бокам мы сокращаем из двух делаем один одну петлю вернее в конце тоже 2 петли за заднюю стенку два столбика вернем здесь снова из первого 2 за переднюю стенку 2 провязываем за заднюю стенку 3 провязываем за переднюю стенку 4 за заднюю и 5 из 5 делаем 2 за переднюю стенку вот таким вот образом продолжаем дальше еще три рапорта точно так следующий ряд вот видите я уже начала лепесток продолжаем завершать 2 петли за заднюю стенку как обычно и здесь мы начинаем вывязывать снова два лепестка эти мы убираем вывязываем следующие вот из этого как бы двойного как бы крайне мы снова повторяем то же что мы делали один столбик с накидом за переднюю стенку между ними два столбика с накидом между этими столбиками воздушная петля все повторяется все мы это уже знаем всего 4 петли получается 4 столбика вот они здесь мы не добавляем у нас остается за заднюю стенку одна петля посредине веточка посредине веточка снова одна петля за заднюю стенку и снова вывязываем лепесток один столбик с накидом за переднюю стенку два в промежутке столбика с накидом и между ними воздушная петля и снова у нас 4 получается сейчас посмотрим вот лепесток заканчивая это тоже точно так же буду заканчивать видите а из этих снова как бы вырисовывается следующий лепестки сейчас у нас по 4 петли на каждом лепестке продолжаем еще три раппорта точно так же продолжаем далее следующий ряд здесь мы сводим на нет заканчиваем лепесток здесь у нас уже две петли которые мы просто провязываем в одну все далее в следующем ряду мы уже снова аннулируем как здесь это дело то есть с этим лепестком мы заканчиваем продолжаем вязать средние две петли за заднюю стенку и вот он наш лепесток добавлять делаем снова в центре до добавления добавляем две петли для этого два столбика с накидом за переднюю стенку в дырку между ними еще два здесь между столбиками уже не делаем накид накид так что этот лепесток будет меньше по центру веточка остается как и было из одной петли то есть одну одна петля за заднюю стенку одна за переднюю и снова одна за заднюю стеночку и добавление в лепестки всего шесть петель лепесток продолжаем еще три репорта продолжаем далее девчонки вот следующий ряд смотрите здесь у нас уже лепесток из шести петель мы его такими оставляем вот здесь вот делаем точно так же как и у вот этого лепестка мы просто его как делали за заднюю стенку за заднюю стенку и залиток вяжем следующее а эту петлю когда не замечаем все аннулируем ее здесь в этой ветке то есть этот листок у нас уже аннулирован в этой ветке что мы делаем мы просто вяжем не сокращая не добавляя эти 6 столбиков с накидом за переднюю стенку один столбик за заднюю стенку из центральной веточки мы будем вывязывать финальный наш лепесток и из нее я вывязываю два столбика с накидом за переднюю стенку и далее продолжаем просто вижу по узору то есть она нам этапе мы закончили этот лепесток мы продолжаем вязать вот эти два и начинаем вывязывать из центральной ветки лепесток здесь тоже лепесток мы уже завязали вяжем только эти петли за заднюю стенку которые у нас повторю таким вот образом дали так девчонки на этапе вам показываю докупила я моток не так вот таких вот я по цвету они полностью идентичны по ширине маленько чуть-чуть совсем как бы толще но нам совсем незаметно поэтому полностью идентичные нитки на сумку уходит 3 матка у меня было два сейчас один я докупила то есть вы можете точно также купить эти нитки и видит то же самое девчонки я уже думала у меня все накрылась медным тазом думаю распущу да и все тут но из-за когда вы знаете сама себе загадала если найду нитки да вижу нет ну что значит это видео не мое и не буду снимать больше так девчонки вяжем следующий ряд предыдущий у меня здесь было ровно без добавления убавления сейчас я начинаю убавлять эти боковые лепестки по краям понятно а средний лепесточек я буду расширять точно так же как и здесь одну петлю провязываем между этими двумя столбиками за переднюю стенку вяжу 2 столбика с накидом и между ними воздушная петля второй лепесток тоже сокращаю и таким вот образом вижу до конца ряда еще три таких вот рапорта продолжаем до конца ряда довязала я до конца ряда девчонки вот смотрите у меня вот этот здесь стык некрасивый до ужаса вот здесь он маскировался под лепесток и его здесь по сути не видно но здесь мне не нравится поэтому вам рекомендую вот когда закончите вязать первый лепесток сделать то что я сделаю сейчас я просто перехожу на круговое вязание я не буду делать петли подъема я далее буду вязать просто в круговую вот это как понятное дело мне придется спрятать прятать как бы на изнаночную на внутреннюю сторону сумки а вы пожалуйста вот этот вот это сделайте вот именно когда закончится первый лепесток перейдите на круговое вязание просто отмечайте маркером начало ряда будет у вас все аккуратнее и красивее смотреться так следующий ряд следующий ряд мы продолжаем боковые листки уменьшать а средний листочек увеличивать сократили следующий ряд тоже сократили заднюю стенку и вот у нас стране лепесток еще внутри добавлю еще один раз одну петлю вернее две петли уже не буду добавлять я не буду делать воздушную петлю просто две петли дырочки и все смотрим здесь я убавила здесь две штучки добавила здесь убавлю продолжаем это девчонки продолжают видите уже здесь перешла на круговую сзади уже красивее далее следующий ряд провязываем вместе последний ряд этого лепестка вот моему англируем следующем ряду его уже не будет то есть будем вязать только за заднюю стенку петли и провязываю не изменяя эти 6 петель среднего лепестка ничего не делаю не добавляю и не убавляю ну и тут я думаю уже не буду показывать еще вы провяжите 3 ряда закончите вот так вот этот средний лепесток сейчас довязывайте этот ряд заканчиваете боковые лепестки а со следующего ряда начинайте убавлять средний лепесток и тоже сводите его на нет то есть вот эту часть вы сейчас повторяете здесь как девчонки смотрите мой хороший видите листочек я закончила последний пока она конечно скукоженное такое понятно что надо будет намочить разорвать вот и далее я вижу столбиком а еще один ряд я провязала видите когда закончила лепесток и теперь вижу обычным столбиком без накида сейчас на данном этапе девчонки это я вижу вы же можете провязать вверх столько сколько вам нужно сколько вы хотите вот либо уже закончить пришить ручки я все-таки решила что я буду делать вязаные ручки раз я до купила нитки и мне хватает значит я сделаю вязаные ручки потому что я хочу во первых мне если честно не нравится что те которые я купила очень тонкие мне кажется но сумка довольно такая такая пышная объемная и думаю что они не совсем сюда подлить вот теперь смотрите вот диноза я до этого листочка видите и последняя петля вернее первая петля вот как бы этого промежутка между лепестками я ее провязываю и теперь вяжу уже ручку вывязываю вот такую заготовку на ручку я делаю из 70 воздушных петель так 70 петель и прикрепляю его опять же вот здесь вот видите петля лепесточка далее вяжу вот я уже их связала обе две ручки длинные ручки вы картируете сами соответственно как вы хотите вот здесь вот видите я перешла на столбик без накида почему здесь потому что здесь будет и я считаю спрячется видите вот так вот вот понятное дело что без намачивания это сумка пока еще не выглядит никак сейчас я довязываю этим столбиком и далее перехожу на полустолбик далее буду вязать полустолбиком то есть вот так вот просто и вытаскиваем провязываем вот видите сколько осталось ниток я сейчас это все дело сколько у меня хватит столько я буду вязать эту ручку когда я перед продвигаюсь до ручки видите теперь ручку понятное дело я провяжу столбиком первый ряд столбиком а потом уже будем вязать таким полустолбиком первый ряд все-таки нужно провязать классическим столбиком без накида ручку и в промежутках между ручки вот эти вот полустолбиком смотрите пошла себя по кругу да и теперь теперь я буду вязать вот этим полустолбиком уже за как за заднюю стенку за одну петелечку буду брать вот так вот нам сделать она нам сделать плотный такой красивый как бы законченный край вот видите за заднюю перед не остаются здесь и вот так вот я буду продолжать по кругу еще несколько рядов по кругу по кругу вместе учитывая захватывая ручки видите я провязала еще два вида вот этими полустолбиками закончила ручку это уже хватит и заканчиваем вот здесь вот вам парку что хочу сказать конечно руки у меня устали сейчас я ее прямо знаете что хочу я хочу бросить прям в стирану машину и простирать чтобы то пряжа как бы таким своим образом улеглась нитки пряжа это не пряжа по сути но потом скажу вам свое мнение часе и и постирают попытаюсь разложить хотя бы сфотографирую вас в разложенном мокром виде вас вам сфотографирую это или коротенько покажу в общем сама не знаю что из этого получится вот сейчас я сейчас я ее постираю пока вот видите вот мой вот этот стык я его расположила вот здесь что что-то было не был не по бокам не сзади то есть не спереди тут у меня сзади получается чтобы хоть как-то это все дело замаскировать вот она пока она так выглядит сейчас я ее прошу в стиральную машинку потом покажу вам что из этого получилось как я ее доделала а вот сейчас девчонки тот момент когда смеяться разрешается даже очень нужно я если бы вы видели что я достала из стиральной машинки я думала что сумки уже действительно не будет но это был какой-то котелок скукоженный ужасные страшные но что я сделал я уже не фотографирую я была если честно в таком ступоре что я даже не сфотографировала в мокром виде и не сняла и опять же уже второй раз я думала что этого видео не будет что я придумала смотрите это я вам показываю это она уже сухая в мокром виде я вот видите у меня здесь две тарелки две тарелки и разделочная доска сначала я запихнула разделочную доску я решила что мало идеально бы здесь было вот я я уверена что у вас есть большая крышка нас запихнуть сюда крышку большую круглую по ней разровнять и дайте высохнуть но дать высохнуть это еще мало я запихнула вот эту сначала тарелку мало было там она болталась потом я запихнула доску вроде бы как уже повеселее но все равно маловато и запихнулась и еще две тарелки здесь и две тарелки там и помесила на дверную ручку и она под своим весом и подвесом вот этих тарелок она мокрая была очень тяжелая она у меня сохла два дня и вот принимала такую вот форму вот смотрите теперь она у меня приняла форму сумки высохшая сумка наконец-то потому что это уже не выглядит как котелок это уже выглядит как сумка девчонки ручки разровнялись низкую кожу и сумка разровнялась вот так что по итогу все таки два два шопа у меня было в итоге сумка получилась так что вот так вот девчонки вот такая вот у меня сумка я довольна по итогу довольна хотя и пережила стресс с ней но в итоге она мне нравится так что вяжите девчонки ничего не бойтесь в процессе я думаю уже я вас закалила что все можно исправить и все нужно доделать все а я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукодель да всем пока пока вяжите пишите подписывайтесь ставьте лайки всем пока